Горная местность, известные личности. Молодые дагестанские кинематографисты планируют съемки короткометражного исторического фильма. Тизер к фильму ребята уже опубликовали, и видя интерес и отклики людей, в скором времени намерены приступить к работе вплотную. Где проходили съемки, что покажут кинематографисты и какую историческую личность сыграет главный герой, смотрите в сюжете у Майи Брагимовой. Камень, вернись на исходную, мы простим тебя. Тебе надо еще раз пробежать. Так, дубль за дублем, в Буйнакском районе проходили съемки тизера исторического короткометражного фильма «Горный перевал». Сейчас актерский состав изучает свои роли, учит слова. Ведь завершить работу ребята планируют в три недели. И в этот момент Горец ему придает надежду, типа ты не один. И в этот же момент у него появляется улыбка на лице на мгновение, и сразу бау, выстрел, он падает. Режиссер детально объясняет одному из главных героев тонкости актерского мастерства. Сценарист затронул историческую тему, а главный герой никто иной, как известный в Дагестане поэт Ильчи Казак. Я взял его за основу, взял его молодость, пока он не созрел, так сказать, чтобы писать такие стихи, которые он писал в дальнейшем, такие тяжелые. И я подумал, в какую ситуацию поместить этого персонажа, чтобы из него получился такой казак, который есть, которого мы знаем. И плюс были исторические события. Бахтибеков рассказывает, прежде всего ему хочется показать богатую историю Кавказа. Для этого в фильме будет показан образ имама Шамиля. А для того, чтобы подчеркнуть дагестанский колорит, герои будут говорить на родном языке. Это, по словам режиссера, особенность его фильма. Представьте, аварец со своим акцентом говорит на русском. Это уже как бы не смотрится, это уже теряется в кино. И если они говорят хорошо на аварском, пускай они говорят на аварском. Также и кумыки на кумыкском говорят, а русский на русском. Конечно, на своем. И плюс, когда, допустим, встречаются кумыки с аварцами, они разговаривают на кумыкском, потому что это был межнациональный язык тогда. Скалы, обрывы, ямы. Все это должен преодолеть один из главных героев фильма, Карим. Он в роли разведчика имамы Шамиля. Играть в этом фильме, актер признается, будет сложнее, чем в предыдущих короткометражках. Ведь в исторической работе важна каждая деталь. Но что главное, говорит Карим, некоторые кадры должны быть отсняты с первого дубля. В чем он убедился при съемках трейлера. Первое. Я прыгал с обрыва четыре раза без дублера. В Голливуде нельзя так делать. Поругают. Потом делали грим, который я ненавижу. То есть раньше ты не делал грим? Делал. И этот грим я ненавижу, потому что все липнет. Семь месяцев на написании сценария, три года консультации с самыми разными историками. Ошибки недопустимы, говорят режиссер и продюсер фильма. Но при этом рассказывают, что только 50% фильма основано на реальных событиях. На документальность картина не претендует. Сегодня люди мало читают книги. Допустим, их не увлечешь этим чтением рассказов. То есть очень мало процентов людей сегодня читают книги. Но больше всего смотрят фильмы. Поэтому мы считаем, что через фильм мы сможем донести до людей информацию о наших славных предках. Кинематографисты настроены серьезно уже в ближайшее время. А именно в ноябре этого года начнутся съемки фильма. После ребята намерены отправить фильм на международный кинофестиваль. Где он, по их мнению, получит достойную оценку.